ПЕСНЯ Перенесём кабинет в кладовку, а за парты посадим колхозников. Не хайп постигают теорию поливов. На новых землях сгодится? Точно. Слушай, Финско, ты недавно закончила училище. Прочитай нам лекцию про наших царей. Ну, про разных там, Фёдоров Иоанновичей, Анне Леопольдовне. Пусть люди сравнят прошлое с настоящим. Чего молчишь? Может, потому что это дело бесплатное? Оттого. Оттого. Расстроено. Понятно. Конечно, что-то личное. Но ведь на хуторе сейчас такое творится, что личное можно бы и посунуть. Разве до личного, когда всё, землю, воду, климат, саму жизнь меняет. По правде, жаль, Любашу. Влипла в семейшку. Кого не возьми, что свекровь, что муженёк. Васька-то в драку полез за свой интерес кулацкий. Разве сварите ей кашу с таким? Мы-то должны помнить, что именно теперь, как сказал Конкин, на переселении мы, активисты, должны показать высокий смысл нашей работы. На переселении, как сейчас помню, на первом дисполконе, развернул Конституцию и как гвоздь вколотил. Вся власть в СССР принадлежит трудящимся городу и деревне в лице Советов депутатов трудящихся. И добавил. Совет руководит хозяйственным и культурно-политическим строительством, устанавливает местные бюджеты, охраняет права граждан и государственный порядок. Так по Конституции ведёт хутор. Принципиальный, не сдвинешь. Говорит, забывай, что ты депутат, что тебя избрал народ, избавив Всевышний. Нет слова. Почётно. А вот попробуй. Эвакуироваться с хутора, и значит, что навсегда, конечно, и тяжело, и грустно. Птица, и та, через океаны летит, возвращается к своему гнезду. Надо же мыслить масштабно, глядеть вперёд. Мозговать надо, какой пример возьмут с нас потомки. Они-то о нас будут книги читать, фильмы смотреть. На сегодняшних наших делах будущий народ будет характер, полёт будет воспитывать. Влад. А как же иначе? Влад. 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 КОНЕЦ 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 И остаемся мы тема одни бабы Без хозяина нашего Ну, Илю Андреевич попросит Мужик все же, поможет Да я не навсегда уезжаю Навещать буду СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты хоть пишите им. Чего писать? Вы пишите, конечно, а я писать не люблю. Обо мне в газетах читайте. Куда тебе? На стройку. Какую? Ну, там, где на работу принимаю. Так бы и говорил на Волгодон. Ну? Счастливо, мать. Всего доброго. До свидания. Полезай в кузов. Садись на пол. Не стой. Выпадешь. Герой, понимаешь. Ну ты иди, мам. Ага. Сколько раз говорил завгару, чтобы выписал новые свечи. Ну ты иди, мам. Ну что стоять-то? Ага. Мой. Е�ий. Мой. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Ну че, Зино, к волчьему яру потянуло? А что Сережка, не боится женку одну в ночь пускать? А че боятся? Места-то знакомые, Миша. Вот дает. Сам знаешь. Я догадался. Я догадался, о чем. Боялась, не увидимся. Да я понял. Да ты азиат, сосед. Погодите, скажу, что... Я пошла тебе. Куда ты? Да ты что? Не пущу. Не злись, Димочка. Ты совсем другое дело. Совсем-совсем. Пойми, не могу я. Пойми. Будь здоров, Тимур. И счастлива. Роза твоя фияла. Прощай. Тимур. Прощай. Да. Добрый день, Сережа. Здрасте, Борис Никитич. Поздравляю тебя с наступившим Новым Годом. Спасибо большое. Желаю тебе в Новом Году и проявиться, и, как говорится, закрепиться. Желаю и надеюсь, Сережа. Спасибо за теплые слова, Борис Никитич. Спасибо. За постоянную поддержку. Спасибо. Я чего звоню там? Да. Мы собирались с тобой проехать по горячим точкам, по горячим степняков. Да, да, да. Или, может быть, не хочется в первые дни Нового Года? Наоборот, с удовольствием, Борис Никитич. Прекрасно, Сережа, прекрасно. Нам с тобой, голубчик, как в страду отсиживаться по кабинетам не пристало, верно? Согласен, не пристало. Ну что ж, Сережа, выходи, я тебя жду. Сейчас. Здравствуйте, товарищи степняки. Здравствуйте. Здравствуйте. Стоять, стоять. Погоняй его. Погоняй его. Погоняй его. Как живете, малыш? Как жуки. Все в навозе. Ты бы лучше сказал, откуда взяться молоку. Корову годувать надо. Она не говорит. И достижений не кушает. Может, приказами, а? Вы, мамаш, не то говорите. Люди собственными руками строят свою жизнь, а вы хотите сагитировать, поссорить с советской властью. Не выйти-то, мамаш. Нет. Поехали, Сергей Петрович. До свидания, товарищи. Ты знаешь, надо подсказать их порторгу, чтобы поставил вопрос о вредной агитации этой старухи. Не помутру. Правда, глаза режет. У нее в войну погибли все сыновья. Все четверо. Да еще последнего мальчишку перед самой победой убили. Вешалась. Из петли вынули. Да она просто не узнала вас, Борис Никитич. Дело не в этом. Узнала, не узнала. Говорить так нельзя. Хорошо, что мы понимаем. Борис Никитич, нас с вами считают ловкачами. Правильно. А ты думал, тебя хвалить будут? Коли-то пожаловал с города на периферию. Нет, Сережа. Хлеб сеять, это не на райки находить. На него этого попасть трудно. Прости меня, Сережа, но все рассуждения и твои наивны. Ты думаешь, когда мне было столько лет, сколько тебе сейчас, не подходила по вечерам жена и не уговаривала пойти с ней под звездами за город погулять? Было, Сережа. Все было. Только я ехал к себе в кабинет и бился над себестоимостью каждой гайки. Потому что гайка социализму нужна. Вот так, Сережа. Ты думаешь, я не знаю выхода из бескормицы? Знаю. И все о нем знают. Всегда помогут неблагополучным районам. Стоит только благополучный заменить определением неблагополучный. И дадут. Так что не распускайся, Сережа, а прояви волю. Разве проявление воли в том, чтобы уметь давить себе совесть? Разве я могу закрыть глаза на то, что мне не верят? Вот ездил я в МТС уговаривать, чтобы закончили досрочно ремонт. Готовился. Даже по пути машину остановил, вылез, прорепетировал. Приезжаю. Думаете, понадобилось? Все за. За все за. Сонно, безразлично. Одно дело для них твои сомнения, а другое дело земля. А вот ты поедешь в переселяемые станицы, увидишь. И мой тебе совет, Сережа. Будешь на собраниях, смотри. Пока решение не вынесено, не показывай никаких эмоций. Сиди и слушай. Почему? Потому что твое слово это инструкция. Понимаешь, это приказ. Вот ты, скажем, предложил мне в одно место, переселиться. А они решат другое. Вот ты ошибся. А руководителю, как минеру, запрещено ошибаться, голубчик. Да, да. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ 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 Продолжение следует... 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 Вася! Ой! Сыночек, что? Что такое? Уйдите! Уйдите! Ах, ты ж паскуда! Не тронутое себя строить. Что же это получается? Законному супругу до каждой раз у нее проситься, ты гля, да я ж тебя! Да я ж тебя! Ты знаешь, что я тебе... Жить я у вас больше не буду! Добрый день! Здравствуйте! Здравия желаю! Добрый день! Настасья, глядишь там! Да, бабоньки! Ой, поехала! Хорошую землячку подбирай, Семеновна! Ну, а как? Не дурак! Настасья Семеновна! Прошу! Спасибо! Ну, уж там подберите нам хороший участок! Вам удобно? Ну, как же! Все нормально! Поехали! Место вашему хутору предлагаем достойное! Спасибо! Продолжение следует... А, Наська, глядите, бабы, как Черчиллька укатила. Сва так новое место повезли. Там и пожарник, и специалист по орошению, аж из Москвы. Да ну! Ага, и архитектор из области. Куда там? Попали мы, Любаша, в непонятное. Ну, дай тебе, как говорится, Бог. Ничего. Мы с вами встречаться еще будем. Заходите ко мне в сельсовет. Спасибо. Видать не светит. А может, дочка все же останется с Васькой-то? Поехали, Любаша. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что, милая председательница, страшновато? Да ведь большое оно всегда начиналось на ровном. Раньше вы бывали здесь? Ничего я здесь не видала. За сорок верст от дома. Да, холодно. Как на полюсе. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ферму поставим за поселком, чтобы сюда запах не несло. Господствующие ветры здесь восточные. Ну и... Да-да, ферму поставим подальше. Мы, крестьяне, знаем, какой запах у наших коров. И ничего от этого не помираем. А вот чем топить хату, когда вокруг на 50 километров нет нетной палки? Как бы хочу сидеть. Будут мясности по гидрологии. Скажите, а что намечено вон под тем краем неба? Виноградники. Это на ровном? На ровном. По противопожарной части претензий нет? Нет. Ну и прекрасненько. По последним данным, крутые спуски и южные речные берега не обязательны для виноградника. Скажите, а действительно ваш свекор вроде Донского Чапаева? Я их не перемеряла. Свекор с Чапаевым. Да. Нас еще в области предупреждали, чтобы этот участок предложить вам, заслуженным перед революцией, казакам-хударянам. Я вам советую не отказываться от этого участка. Почему? Почему перспективное место? Берег моря. Возможны поливы. Недалеко пройдет высоковольтная линия. Работы электрифицируете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Ну что же ты, крути, крути. Вот так. Молодец. Хорошо. Тупо, здорово! Тихо, тихо, тихо. А вы что здесь делаете? А ну, уходите отсюда. Тупо, Слова, съезжай отсюда. Вот, вот приехали. Ну, молодцы, молодцы. Ну, давайте, ну. Кто там? Нюс. Ну, кто там? Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Петрович. Ну, проходите. Да ничего, наши ковры не портятся. Нюс, дай табуретку. Сейчас. Ой, его любимый. Ту-ту! 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 А, ну, перестаньте. Ту-ту! Ту-ту! Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, чего? Ну, чего ты чепуришься? Лепи, лепи скорей, дети вон голодные. Ужасно люблю детей, особенно маленьких. У меня как одно подрастает, так я сразу за другого. А не трудно ухаживать, когда так много? Ну что вы! Мне у меня по конвейеру, по конвейеру, по конвейеру-то легче. А то, конечно, по отдельности. То одного кормить, другого купать, третьего это самое. А я всех сразу. Кормить так всех сразу, купать так всех сразу, нападать так тоже. Ой, ну простите, я пойду переоденусь. Ничего, ничего. Проходите, присаживайтесь. Спасибо. Извините за такой беспорядок. Ничего, ничего. Беседовал я с людьми в станице, Дарья Тимофеевна. Непонятно все-таки, что же думают. А что? Ну, Сергей Петрович, собрание вроде ничего прошли. И комсомольское собрание, и собрание актива. Но есть, конечно, несознательные элементы, которые рвут с подборнов. Ну, у любителей насиженных углов. А вы сами как относитесь к переезду? В душе, конечно. Тю! Я за пустошь! Есть где развернуться. А это надо втолковать. Вот сейчас. Активисты по бригадам поехали. Ну и я. Вот этих вот. Накормлю и на фермы. К завтрашнему бою готовятся. А как же! Да, Дарья Тимофеевна. А кто в станице из местных дедов, ну, с самоязыкатой? Ну, дед Лавр, конечно. Да, дед Лавр. Конечно. Ну, до свидания. Нет, 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 Сергей Петрович, пока не поужинайте, с нами не пущу. Нет, нет, нет. Вареников-Горешик. Спасибо. Спасибо, спасибо. Пойду-ка я побеседую с дедом Лавром. Сергей Петрович, а может, потом зайдете к нам? Ну, ночевать у нас останетесь. Оставайтесь, дядя. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания, Сергей Петрович. До свидания. До свидания. Зайди, погрейся. Катя. Катя, едем на ферме. Агитировать людей на завтра. Надо. Что поделать. Надо. Да ты зайди, погрейся. Здравствуйте. Чего стоите? Это Люба. Да ты ее знаешь. В сельсовете работает. Казачка. Ага. Казачка. До свидания. Значит, Катя, я вернусь поздно. Да ты ложись. Не жди. Не жди. Катя, я вернусь поздно. Катя и ор tenha. Ой, и вот о чем мне теперь говорить с ними. Чего? Да хоть о будущих морских волнах. Ты чувствуешь, смотри, стоим на навозе, а завтра здесь будет море, светлая гладь воды. Войдут эти волны в деревья садов, вольются в каждую ягоду новых виноградников, войдут как сама жизнь. Это, как говорит Конкин, овесчисленная наша мечта. Товарищи! 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 Проходи, Люба. Товарищи! Товарищи! Ой, да текла речка, река, ой, ой, ну-ка, быстрая, ой, да бережки, бережочки. Снова неси. Ой, да молоденький с дону, ой, ой, казаченек. Ой, да хорун, жива, проси. Хорошо поете. Поют в церкви, а у нас играют. Да. Да. А вот скажите, Лару Кузьмич, а что вы думаете о завтрашнем собрании? За три с половиной десятка, за все это время, что я строю социализм, первый раз до меня в хату пожаловал секретарь Райко. А в чем же он спрашивает? Разве вы спросили, как мое здоровье? А в чем я мечтаю? Давайте лучше я вас спрошу. Вы на Дону встречали места лучше наших? Ну, а суше, кем-то, куда нам ехать? Наблюдали? Раз уж вы жаждали беседовать со мной, то не поглядывайте на часики. А лучше послухайте, как я всю жизнь собирался жить. И буду я идти издаля. Отдал я, значит, злодейскую империалистическую от звонка до звонка. Вернулся в родной хутор и хоть измученный был, как на льду, крокодил, принялся здесь и производить революцию. Вот этой рукой и вот этой самой царкой произвел и думаю. Ну, теперь живи. Все же мое. Воды, недры, полнодержавна власть. А нет, потерпи трошки. Надо произвести борьбу с голодухой, с тифом, с бандитами. А как же? Опять, вооружаясь подругой Сашкой, теряю в бою ногу. Я Саул Коркин взвистанул пулей. Я на его конем скакал, а он хотел с наганов живот и промазал в растерянности. Хэть, ну да ладно, бог с ним, ближе к делу. Стребили гадов, голодуху стребили. Ну, кажется, теперь живи. Это опять не выходит. Теперь надо коллективизацию и пятилетку за четыре года. А как же? Дали. А тут он, Гитлер, покончили с ним в собственной его горлоге. Пять лет спать, отдыхать али разогнуть горб. не помнили и с полной честью провели восстановительный период. так могу я в свое удовольствие пожить. Нет, погоди. Давай-ка, Лавр Кузьмич, преобразовывать природу. Метись от этого с хутора, а уж после начнешь жить. и мне 76 скоро. Не встать и сесть. не гребуйте, с нами. Так имею я право, хочешь по старости пожить спокойно. А? Молчите. А вот Матвей бы, Григорий Шепетков, не молчал. Бывало, падаем в походе, просим его, Матвей Григорьевич, дай отдохнуть. Он сам чуть живой, сам кругом пораненный, выпрямится в седе, как орел и говорить, никаких отдыхов ни вам, ни мне лично вовеки веков не будет. Раз мы, красные революционеры, то вся та наша жизнь есть борьба. О, как! Каждый должен помнить вечно вся та наша жизнь борьба. О, ведь она как! Что же вы хотите, если сами знаете? К чему загадки-то загадывать? А к тому, что Матвей бы, Григорьевич, не стал бы врать, что покидать неродной хутор распрекрасно и замечательно. А сказал бы, требует революция. не хвинтил бы и не заходил бы с дальней стороны, чем, мол, я думаю об собрании. Ну вот скажите, Лавр Кузьмич, разве справедливо, что вы у воды благоденствуете? А степняки куда беднее вас? А? Нет, несправедливо. Вам надо ехать на степные участки, ибо там великое будущее. Через несколько лет и вы, заживете здорово в достатке. Вот ведь оно как. Конечно, когда ученые считают нас, казаков, за редких экземпляров, вроде жирафа, которой не целиком повыздыхали. И тем интересуются, куда нам устремляться. А как, мол, я скажу, хочешь или хочешь. А нам надо знать, товарищ, как жить завтра. Ведь мы, товарищ секретарь, если по правде, не дюжи-то верили вашим лехтарам насчет морской-то радости будущей. Ну, подумаем. Да пойдем, народ собрался. Да, да, сейчас идем. Будет бой. Правление-то ни к чему не пришло. Так что, пусть утверждают любое место. Любое. Любое нельзя. Только пустошь. Должны же они иметь перспективу. Нужно нажать и выбрать Рошая музей. Я лвышу успехи, Сергей Петрович. Но решать-то все-таки должны как-никак. Они, колхозники, а не ты. Идемте. Пошли. Когда подзавтракаешь, отдыхать будешь? Нет, на карьер поеду. Ну, а кто ж тебе на голые камни придет? Весь хутор, нонче в клубе. Давай помогу. Хуторяне, варенье ясным огнем исподлючились. Придавать, позорить будут в отцовскую землю. Все чисто голосовать будут за переезд от Судова. Проводи меня, не жалко. До клуба поглядеть. Да. Ну, а Раиска? И где Раиска? С утра завеялась. Что не все на собрании? Учителя даже. Я. Вы. Учителя нашла. Третий год, когда она на хуторе, а хозяйку себя строит. Что ты мне роздакрываешь? Наедировать, она меня пустая. Слышни кого сливать. Накинулись. На этой пустоще кураивый бюджик колючки на солнце выгорает. Правильно. Да на этой, на этой самой пустоще гадюки задыхаются в своих кублах. Знаете? Да разве нас туда зашлют? Да тебе, Галаштанной, не все равно, где задом светить. Пошлють как миленькую, спроситься. Когда хорошие люди зовут нас в Подгорном, правленен нос ворот. Люди, мы здесь с вами не раз решали вопросы, которые фактически были заранее решены. Трудно ли решить повысить, чьи не повысить трудовую дисциплину или урожайность? Нонче сложно. Нонче жизнь наша зависит от нас, членов колхоза имени Щепеткова. И как же мы можем люди так же с тако оскорблять Веру Грядякину? Ведь она же член нашей семьи. А что этот член семьи в плену столько был? А? Да помолчи! Сад! Ну чего в самом деле на девку бросаемся? Ну что она? Виновата! Действительно, бабы! Что же вы человека обижаете? Положение у нас такое! Вот инструкция о переезде. Первое. На место выезжает председатель. Я выезжала. Вот. Евдокия тут уж объясняла подробности. О! Второе. Правление обсуждает новое место. Ну обсуждать-то мы обсуждали. Только к единому мнению не пришли. были голоса за Подгорнов. Вот давайте вместе решать. Стоит ли нам ехать в Подгорнов примаками на известковые хрящи? Сами-то хозяева там не живут. И третье. Общеколхозное собрание. Вот оно. выбираем новую родину. Четвертый час уже выбираем. Это ведь все-таки не козу купить, Семеновна. Решим все. Не решим ничего. Дело наше. Не дядина. Поспешишь людей на... А ну дайте я. Андреан, давай! Ты куда? Андреан! Ты же на карьере работаешь. Чего ты не хочешь выступать? А все, ладно. А все, ладно. Ой, боюсь, попадет Настасья. Та тихо! Та тихо! Так я работаю на карьере, тихо! Но по положению стою членом колхоза. И не лишен права выступать. Я требую переезда под Горнов. Пустошь эта степь. А жизнь степняков мы с дореволюцией знаем. Христорадничали по нашим придонским хуторам. А ну они не дарут что ли солому с крышей? Говорите поливы. А кто видел эти поливы? Да-да. Тут и либо с тремя ногой либо пень головой. 40 тысяч кустов винограда. За них моё батько кулачё на вилы подняло. Знали, что он них отбирает. Им-то кустам, дорогой наш Валентин Егорыч, не прикажешь, как твоим волам соб-цебе. У них маточные корни толщиной с добрую работную руку. А корней эти сотни километров. Говорите, товарищи Орлов, Голиков, что донцы молодцы всё перевезут. Ни грамма на дне моря не оставят. Ну, это только в газет. Ладно. Пойдём на убийство. Поврубаем корни. Но хоть полметра вокруг куста и глыб оставить надо? Это с грунтом тона. Самое малое 40 тысяч тонн. Перевезём. Ну да, с этой пустощим опытом жажды. Будем наблюдать. Сразу обнищаем или постепенно? Сейчас зал поддастся демагогам и голоснёт за Подгорнов. Надо действовать. Сергей Петрович. Герасим Саватевич, погоди. Погоди, не текай. Объясни народу, почему ты член правления? А где ты живёшь за Подгорнов? Молчишь? Да потому что в Подгорнове умирающая свояченица отписала тебе хату. А у нас? Ну у нас же хаты, как у Герасики, нема в Подгорнове? Ничего же нема? А на пустоше? Что, хоромы? Не будет у нас хоромов? Ничего не будет! Не ждите! КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Мацион, соседушка! Зашли бы отдохнуть? На весь хутор мы с вами одни! Зря, соседушка, зря! Не такие лапки до горы вздымали! Продолжение следует... Не пройдет ваш номер, товарищи! Ну, давайте думать не о собственных яблочках-жерделочках! О всенародном интересе! О будущем давайте думать, товарищи! Сколько можно думать! Давайте голосовать! Павел Степанович, ну что? Давайте голосовать! Ну что ж... Будем голосовать! Кто за то, чтобы местом своего проживания избрать пустошь? Что за то, чтобы местом своего будущего проживания избрать уже существующий хутор, не подлежащий затоплению. Хутор Подгорнов. Все в порядке, Сергей Петрович. Воля масс, дело серьезное. Настя, задержи людей. Ну, немедленно. Пусть покурят, что ли. Товарищи, постойте чуток. Не расходите, товарищи. Забежитесь немного. Если кто хочет курить, курите прямо здесь. Погодите, не расходите. Что ж вы предлагаете? Голожить народу, что мы не считаем с ее мнением? А вы предлагаете отвернуться и пусть колхоз сядет на гиблые земли. Надо переголосовывать. Немедленно. Ума не приложу. Что можно сделать? Иначе нас с вами пострелять мало. Переселение поручено исполкомом. Я как председатель против подобных беспорядков. Товарищи! 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 Вы избрали Подгорнов. Это есть. Это ваше решение. Оно записано в протоколе. Это свято. Но, товарищи, есть ведь уйма других мест. Поэтому я вношу предложение. Давайте искать дополнительно. Никто и никого принуждать не будет. Никто. Можно переезжать хоть завтра. Хоть ее минуту можно. Но сейчас вам предлагается, оставив за собой Подгорнов, продолжить поиски. А на кой гнаться? Я надо спешить. А? Что основываться, где попадя? Конечно, надо искать. Ну, осмотримся. А там и двинем, куда назначим. Да может вообще еще. И так обойдется. Кто за то, чтобы продолжить поиски участка для хутора? Да, Сергей Петрович. Они завтра не начнут. Переселение. А примутся искать земли с молочными реками и кисельными берегами. Еще бы так соблазнительно рекомендовали им это занятие. Борис Никитич, но Подгорнов ведь гиблое место. Дыра. А наша задача в десятеро улучшить жизнь переселенцев. Именно поэтому недопустимо, чтобы они тотчас же не развернулись на новых местах. А в Подгорнове они будут христорадничать. Тянуть руку государству за дотациями. Ну, ведь правда же. Ну, бесспорно, этому хутору будет не сладко. Ведь весь район важнее, чем один хутор. И учти другое. Это первый хутор, намеченный к переселению, где проведено собрание. И уже завтра все остальные будут коситься на них, смекая. Можно и нельзя тянуть волынку с переселением. Именно поэтому хутор должен ехать. А что ж, прикажется не считаться с их активностью, творчеством. Наконец, кровью их сердца, Борис Никитич. Сергей Петрович, куда им ехать, зависит от нашего с тобой сознания. С момент коллективизации станичники переключились на другое, на хозяйство. А во всем остальном они полагаются на указания. На указания. Ведь они народ колхозный, дисциплинированный, реальный народ. Тогда зачем же правительственные директивы поднимать активность переселенцев, их творчество? Но если тебе так хочется, то вообрази, что они найдут выход лучше, чем мы с тобой. Субтитры делал DimaTorzok Держи. 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 Продолжение следует... Не поняли? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...